17-й том книги «Открытым оком», вопрос номер 3182, тема «Община». «Было ли так, что кто-то пришел в вашу общину не конкретно через членов общины, а как бы через перекладных, через ваших знакомых?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Жизнь неимоверно многогранна, и какой бы вопрос ни задали относительно обращения души к Господу, то в мире такое могло уже быть с кем-то». Кавычки открываются. «Когда моя мама Катя училась в техникуме, то познакомилась с юношей Аликом, который покрестился, и они повенчались, и была свадьба. И когда было уже шесть месяцев беременности, они поехали к его матери в Нальчик, Кабардино-Балкария. Его мать ее не впустила в дом, сказав, что у них здесь иной обычай вводить невесту в дом, и отправили ее к их родственникам, откуда они уже потом должны были бы ее забрать в дом мужа. Потом те родственники ей сказали, что она напрасно ждет мужа, его заперли или отослали, и он за ней уже не приедет. Она уехала в Казахстан к родственникам. Маме Кате было уже 20 лет, и родственники ее уговаривали, чтобы она отказалась от ребенка, что он ей не нужен. Но еще до выхода из роддома мама сильно раскаивалась и хотела меня взять, но было уже поздно. Там жила приемная мама моя Елена, у которой не было детей. В роддоме работница Анна Немка уговаривала маму не оставлять ребенка, чтобы потом не жалеть. Там и родилась я Марина. Мама Лена забрала меня так, как у нее до этого был выкидыш, и потому у нее было молоко свое. Так что родная моя мать меня своей грудью не кормила. Как-то мама Катя на остановке встретила Алика, он искал маму. Мама Катя уехала на Камчатку и 11 лет отработала стюардессой. Из своего детства помню бабушку Семелу, свою любимую, дорогую, драгоценную, которая водила меня в детстве в храм. Причащала. И однажды мне открывается тайна моего рождения. Оказывается, я не родной ребенок этим родителям. А мне было 12 лет, и это горе я должна была пережить одна. Мне нельзя было выдавать человека, который мне это сказал, а это была моя любимая бабушка. Я прожила хорошее детство. Мой папа Демосфен Анастасович Куюмчиди был водитель, зарабатывал хорошо, и я нужды не знал ни в еде, ни в одежде. В то время в соседнем городе Чемкенте рос мальчик по имени Дмитрий, который лишился отца 8 лет, а в семье их было трое детей. У них была одна ручка, а писали тогда чернилами в школе, и она передавалась ему от старших детей, пришедших из школы, а он учился во вторую смену. Его мама Серафима Гаврилова, великая труженица, трудилась днем и ночью, не покладая рук, чтобы воспитать и поднять на ноги троих детей. Да плюс к этому имела еще двух своих мам, свекровь, стареньких больных бабушек. Папа нас очень любил, и я его тоже, и он строго воспитывал меня. Не краситься, ногти не отращивать и не красить, что по сей день я не люблю и не делаю. Брюки не носить, волосы не стричь. Как мне все это теперь помогает в моей христианской жизни, ибо знаю, что это грех. Благодарна папе. Прошло время, пришло время идти в школу. В школе учителя учили нас наукам, но очень хорошо, в кавычках, преподносили то, что Бога нет. Приходя из школы, я говорил о бабушке, что нам учительница сказала, что Бога нет. Она объяснила так. Знаешь, внучечка, это их работа. Они должны это говорить, а иначе их с работы выгонят. Ты их слушай, но дело делай, молись. Крест себя никогда не снимай и веруй. Когда мне было 15 лет, умирает моя бабушка, и я тайно сбегаю от своих родителей. Теперь, как мать потерянных детей, я понимаю, какое горе причинило родителям, но это была, видимо, такова воля Божия. Прошли годы, я закончила 8 классов. Тогда я и пришла к той матери, которая меня родила. И когда я вошла к ним в квартиру, у меня было такое чувство, что мне все здесь знакомо. Эти иконы, этот молитвенный дух. Перед едой первый раз в этом доме все встали на молитву. И я с ними на молитву. Они одели платки и мне подали. И я одела. Они молятся, и я молюсь. Они поклоны бьют, и я с ними. Когда мы помолились, мне мама Катя дала в руки Евангелие, которое у меня до сих пор, которое я читаю уже 23 года. Сейчас мне уже 39 лет. И она сказала, читай по 5 страниц в день, не больше. И вот первый раз в своей жизни я взяла в руки Евангелие и начала читать Евангелие от Матфея. И до конца по 5 страниц мне этого было мало. Я читала и думала, ну надо же 16 лет прожить и не знать, что есть на свете такая книга Библия, по которой мы должны жить. О маме Кате я никогда этого не забуду. Я сказала, надо же, как сказка, жизнь. И если бы люди так жили по заповеди, как было бы хорошо на земле. Мама Катя боялась за меня очень сильно, что я сбегу от них, не пойму их христианскую жизнь, их духовный мир. И поэтому она меня водила на собрание к баптистам, показать мне, сколько молодежи ходят в храм, в их молитвенный дом, как славят Христа. Я с огромным желанием ходила к баптистам на собрание, как голодающий, все впитывала, как губка проповеди о Христе, песни о Христе. Когда однажды один пастор сказал проповедь о покаянии, я рыдала и молилась. Господи, я ничтожество со своими грехами, прости мне все, грешный, но Твое я чудо, не оставь меня, но Твое я чадо, не оставь меня. Я рыдала и рыдала в уголочке на коленях, пока не кончилось собрание, и мне было легко. Почему меня мама Катя не познакомила с дядей Игнатием, ибо она сама обратилась к Богу через него. Мы жили в Чемкенте, а он в Барнауле, но заочно мы познакомились. Он писал маме Кате письма, и я их читала. Очень много кассет было у мамы Кати, начитанных дядей Игнатием. И я полюбил этого человека, дядьку с бородой. Видимо, так было, потому что я в детстве ходила в храм и всегда видела батюшку с бородой отца Феодора. У меня это отпечаталось в душе. Я до сих пор люблю батюшек и их бороды. Мне с детства казалось, что бородатые – это такие благородные и умные люди. Теперь-то я понимаю, что не под всякой бородой благодарство скрывается, благородство скрывается. Ну а с дядькой с бородой, Игнатий Тихонович, я познакомилась чуть позже, когда уже была замужем, имея двух детей. Так вот, прожив у мамы Кати, мне показалось, что я все узнала о Христе, стала его чадом и теперь могу нести истину другим. Первые другие – это были мои родители приемные. Прожила со своей родной матерью Папандопула Екатериной Савельевной один год и восемь месяцев. Узнала о Христе и возвращаюсь к своим приемным родителям, возвестить им о Христе. И как все греки, они верили, но о Христе говорить было трудно с ними. Но я ходила в храм, приобрела много верующих друзей. Прожив с ними два года, я выхожу замуж в 1987 году в городе Чемкенте за того самого мальчика Дмитрия, который, в отличие от меня, прожил нелегкое детство. Первые три года супружества мы прожили со свекровью, последующие уже два года мы прожили с моей мамой, Куемчиди Еленой Ивановной. Когда-то мы получили письмо и приглашение на житие в восстанавливаемой деревне Потеряевка. Мы с Дмитрием молились и приняли решение переехать жить из Казахстана на Алтай в поселок Потеряевка. И в 1992 году мы переехали на Алтай из теплого по климату Казахстана в холодный Сибирский Алтай по климату, но в теплую по духу Потеряевку. 12 лет там мы прожили, сколько всего мы там пережили и радости, и горести, и трудности, и невзгоды. Мы все делали, делили пополам. Мы все там разные по национальности, по возрасту, по профессии, но нас всех объединяло одно – вера в Иисуса Христа. Хотя мы переехали сейчас в другую страну, в Грецию, но мы все равно душой и сердцем там, в далекой по расстоянию, но близкой по духу Потеряевки, вместе с нашими духовными друзьями, братьями и сестрами, с нашими дорогими батюшкой, отцом Акимом и нашим проповедником и наставником Игнатием Тихоновичем. Помню первый наш день. Едем в поезде, сходим на разъезде по Степной, холод, дождь со снегом, май месяц, а мы из жаркого Казахстана, и встречает нас отец Аким на Изумруде, лошадь так назвали. Сколько было радости! Мне тогда через полтора месяца исполнилось 25 лет, и мы их отметили. Мне подарили букет полевых цветов, и преподнес их мне Лешенька Устинов, сын теть Валя. А Пасха? А Рождество? Нет, это никогда не забудется. Почему? Хоть мы и стараемся здесь на такие праздники встречаться, но никогда не будет здесь того и такой духовной радости, как это было там, в Потеряевке. Мамы мои, обе гречанки, обе живут здесь. Обе мне теперь помогают, как могут, словом и делом. Очень часто мне помогает мама Лена финансами. Это просто грех утаить. Обеих мам я, как христианка, люблю и очень-очень благодарна Богу, что он мне дал двух мам и третью маму свекровь, которая тоже достойна похвалы и благодарности, в первую очередь от сына, и во вторую от меня за отличное воспитание ее сына для меня, и за помощь мне в воспитании моих детей. Я благодарна Господу за батюшку и отца Якима, который очень бережно хранил мою семью все эти 12 лет, прожитых там. Я благодарна Богу и за дядьку с бородой, Игнатия Тихоновича, который 12 лет, которые мы прожили в Потеряевке, не только нас ругал, наставлял и скреб, с наших душ все ненужное, но и питал нужным. Благодарю Бога за наших наставников, отца Якима Игнатия Тихоновича, этих двух братьев-столпов православия. Мой милый дядя Игнатий, прости, что так поздно описала и что так убого получилось. Кавычки закрыты. Книга Песни Песней, 8 глава, 1 стих. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Иван Геотлуки, 7 глава, 38 стих. И став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Стоит на катушке знакомая Маринка, и море плещется кудрявой синевой. Легко одета и озябнешь, и охрипнешь, и голос не расслышать за морской конвой. Она там молится, скучает о друзьях, а бредоверие, как море захлестнуло, и в Греции не дома, а в гостях ждет писем от друзей из Барнаула. Ей помнятся по Библии беседы, единомыслия в тех давних временах. Паром ей подадут, и к нам она приедет. Все евро стоят меньше, чем на подошве прах. Марина пишет о мощах под спудом, которым добралась и приложилась, с духовным и с рождением свыше худа. Паломничество вытянуло жилы. Там среди турок, греков и грузин не приживется, если есть живое. К душе взывает чуждый Муэдзин, и православных за подачки ловит. Простор алтайский неохватный здесь, где ни холмов, ни гор непроходимых. У нас побыть считается за честь поля бескрайние и колки. Просто диво. Шагай, катись на все четыре стороны, без зелени и метра не обрячешь. Сей красоты достаточно пленить всеместная и повседневная дача. А на воде ступней не виден след. Вред застылая на камушке стоишь. Через года определите вред, что нас покинули, где благодать и тишь. Мариночка, как чайка на безрыбье, по локоте закатала рукава. Там босиком с часами чуть улыбка. За то, что есть ты, Господу, хвала. 7 августа 2006 года Игнатий Лапкин А если бы неверующим был, еще мне мама в детстве упрекала. Проказую какой-то был немил, и меньших братьев подводил к накалу. Всего и не припомнить, сколько раз, и сам себе я это повторяю, Когда одолевала снизу страсть, и пропасть разверзалась вовсе рядом. И только вера в Бога, в страшный суд отодвигали щель по сантиметру. Не раз молитвы мимо пронесут, на страхе Божьим крыльями по ветру. А если бы неверующим был, на все смотрел опустошенным взглядом, Примеривался к ужасу могил и трепетал при слышании об Аде. На все, что вижу, сотни покрывал, как и у тех, кто проживает рядом. В кошмары искушений падал, как в провал, был с корягой жадным, с пальцами коряги. Ни в чем не видел смысла проведения, и промысел неведом, недоступен. За главное считал бы умножение денег, наращивал бы пузо, словно бубен. А если бы неверующим был, при спорах, недостачах, передрягах, Был жеребцом и ржал среди кобыл, об украшениях заботился, нарядах, Все было бы и мелко и ничтожно, о горнем рассуждении не словечко. И на башков земных бы был похожий, по гибелью проклятием помечен. А если бы неверующим был, да лучше бы умереть и не родиться, Я сам себя сравнением устрашил, оледенел, представив только в мыслях. 2 августа 2006 года. Игнатий Лапкин.